Настя и Саша, поздравляю. Все хорошо, что хорошо кончается. Какие были у вас первые мысли после проката сегодня в произвольной программе? Мы выступили, когда мы выступили после произвольной программы, у нас были немножко смешанные ощущения тем, что да, мы победили, но эта победа далась не самым чистым образом, как и в короткой программе, так и в произвольной программе. Но это дает нам, чтобы мы меньше расслаблялись и настраивались уже на более сложный уровень. После короткой программы у вас отчасти повторилась ситуация, как и на финале гран-при. То есть вы тоже там не были первыми? Да, да. Мы также... Ну, в смысле, мы не расстраивались, мы немножко, опять же, собрались, мы энергию свою не тратили, не туда, куда надо. Мы переждали весь этот момент, чтобы выступить на уже произвольной программе. Да, это было немножко смешно, то, что такой же результат почти повторился, как и на финале гран-при, так же, как и с жеребьевкой. Мы тоже на произвольной программе выступали под первым номером, и, ну, совпадения бывают. Ну, это опыт. Уже знали, как с этим справляться отчасти. И в следующем сезоне вы переходите на уровень мастеров. Да. Да. Не можете уже находиться в юниорах, по возрасту же, в принципе, вы можете кататься. По возрасту, да, мы проходим, но мы хотим, чтобы более разучивать уже сложные элементы, и готовиться к более высшему уровню. Мы чувствуем, что мы уже можем соревноваться со взрослыми. Мы чувствуемся взрослыми, мы переросли уже юниорский уровень. Не по мастерству даже, а просто по возрасту. По голове. По голове, да. Я считаю, что уже пора. Слушайте, ребята, я, конечно, не очень люблю всякие, так сказать, ну, когда называют спортсменов. Ну, может быть, это болельщики просто вас любят и придумывают разные, так сказать, вам слова, да. Ну, всех как-то называют, там, Юка Каваготи были, Юка, сокращали их фамилии. Вот я вчера прочитала, что вас называют Мигами и Мишками Гами. Так, тепло, любовно, да, по фамилиям. Какое из них вам ближе? Что вам греет душу? Миги, которые там скоростные. Наверное, как бы, Гами более теплее и приятнее чувствуется. Ну, Миги тоже очень классное такое прозвище, потому что это быстрые самолеты, и мы тоже должны кататься быстро и чисто при этом. Поэтому болельщики на самом деле угадали, потому что нам нравится и одно прозвище, и второе. И второе, потому что Мишки тоже это очень здорово. Например, мои друзья иногда меня Мишкой называют. Это очень приятно. Ну, вот угадали, действительно. Ребята, я желаю вам успехов, поздравляю вас с победой, потому что, наверное, все-таки на втором чемпионате будет тяжелее выступать, да, чем на первом, я так понимаю. Ну, возможно, но тут очень несколько факторов играет, что где-то тяжелее, где-то легче. Да, это все-таки, ну, после первого чемпионата мира у нас, по-моему, извлекли большой опыт для следующего сезона, ну, для нынешнего. И получилось, к счастью. Второй чемпионат был легче тем, что у нас уже появилось много друзей среди спортсменов из других стран, и они нас очень поддерживали, это очень здорово. Ну, это правда здорово. Ребята, успехов и поздравляю. Спасибо большое. Надеюсь, что завтра вы осознаете, что стали чемпионами мира среди мини-моров, и уже сможете как-то отпраздновать эту свою победу. Спасибо. 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 Спасибо.